Сервер Quartz 1, клан 13, Альянс, Fairplay. Ник Бехард, меня зовут Александр. Значит, играю я за БД где-то с начала года. До этого и год играл лучником. После него в декабре 22-го, получается, года. Перешел в арбалеты, месяц поиграл. Ну, играл бы, видимо, и дальше арбалетчиком. Но так случилось, что у нас в клане человек покидал игру, проект. Как-то отдавал дешево очень персонажа. И мой персонаж был гораздо слабее, потому что он был вообще практически бездонатный. Что-то около 200 дефа на конец прошлого года. Ну, даже по меркам не самого сильного клана это очень немногие. Я решил один раз в игру немножко вложиться. Купил этого персонажа, до этого я никогда не думал, что буду играть на БД. Ну, так уж вложили звезды, что стал БД. Поэтому вот уже 3 месяца почти играю. Взял его с 77 уровнем, уже вот 79, как видите. То есть где-то месяца 3,5 у меня ушло прокачать больше уровня. На 78, ну, кто его взял, представляет, наверное, какая прокачка. Крайне медленная. И уж по сравнению с 77 качаться приходится очень долго. Значит, что у нас по статам? Ну, сейчас я стою на третьем даже той. Да, причем на третьем. Не потому, что не могу стоять выше. Потому что выше, во-первых, все битком. Тут еще более-менее по свободней. А во-вторых, нужна мне сильно Адена. Сейчас вот у меня где-то полтора миллиарда уже есть. Но я готовлюсь, во-первых, к реролу в ДК. Поэтому нужно будет покупать книги за Адену. А во-вторых, еще очень много Адену идет на третий скилл за Адену. Фиолетовый. Наверное, уже многие знают. И уже до него не так долго осталось. При этом он будет стоить не просто какое-то количество Адены. Как раньше, да. Вот мы скиллы покупали. Один за 500 миллионов, второй за миллиард. А там уже будет шансовый крафт итемов. И поэтому, сколько у вас уйдет на него Адена, никто не знает. Короче говоря, бью здесь Адену. И статы у меня немножко порезаны за счет дебафа. Но здесь что у нас? Порезано только сопротивление урона от умений и умения. То есть 35 вместо 225 у меня сейчас 290. Все остальное, в принципе, как оно и было. Что, кроме уровня по статам, могу сказать. Раскачано до максимума сила и выносливость. Почему выносливость? Потому что дается, во-первых, максимальная защита от нее. Здесь можно посмотреть, да. Защите. Макс КП. Вот тоже очень важно для милишника. И, соответственно, я предпочел выносливость мудрости. Понимаю, что здесь, конечно, урона от умений и все остальное. Очень вкусно. Это тоже сопротивление умения. Но для милишника любого практически, может быть, за исключением ножа, которым надо очень быстро цель прожать, по-моему, без вариантов надо вкидывать вторые все очки в выносливость. И уже потом на остаток, ну, там уже по желанию, кто-то качает мудрость, кто-то качает проворство ради точности и скорости атаки. Ну, я качаю проворность, если что. Хотя, вроде и не скажешь. Потому что у меня чуть больше мудрости, да, чем проворность. Ну, эликсиров скрафчено маловато, поэтому допстат особо нет. Значит, что у нас получается? Немножко статы скрыты за вот этой постоянной вылетающей надписи. Но, если там плохо видно, то 225 атаки, 302 точности, 150 крита. Естественно, это под танцами самого БД. Угу. А сколько у тебя двойного? Чё-чё-чё-то делать? Двойного? Ну, тут можно посмотреть в избранных. Двойной не максимальный, конечно, надо разгонять до сотни. Ну, тут уж пока 84. Для третьего этажа это более чем достаточно. Но, в принципе, чара с такими статами спокойно стоит, ну, практически на всех этажах до пятого включительно. Единственное, что на пятом точности всё-таки маловато. Вот я смотрел предыдущее видео с FIFA, да, который на лучнике там стоит. У него что-то там порядка 320 точностей. Он говорит, что ему этого достаточно. Но я всё-таки в этом сомневаюсь, потому что пятый этаж предполагает точность где-то до 380. Может быть, даже 400 почти. Ну, 380 более-менее для комфортного фарма на любом классе, который не очень много использует скиллов. То есть маги там может быть на 360 комфортно фармят. Но классы, которые, ну, как минимум, половину ударов от автоатаки бьют. Ну, типа танков, может быть, ножей. Вот те же БД, у них один скил, по сути дела, с откатом. Хоть и 0,5 секунд, но всё равно автоатака часто проскакивает. Точности надо больше. И на пятом я стоять могу, но некомфортно. Точнее, непрофитно, лучше вот так сказать. Ну, и плюс там эти оглушения, конечно, тоже весьма неприятные. Поэтому, ну, предпочитаю стоять 3-4 этаж. Тут где-то золотая середина, это примерно здесь. Граница Адена. Ну, вот сейчас у нас арена, это остров Древних, да. То есть юг, восток, чар легко стоит. Без банок абсолютно. Банки у меня используются только исключительно в ПВП. Если мы стоим в более-менее простой логике, а хп у меня на фуле. Если лога посложнее, то есть где-то восток остров Древних, там уже чар съезжает на где-то половину хп. И после этого хп встаёт, потому что начинает хорошо отрабатывать фиолетовый скилл, всем известный, да, вот этот персерк, который держит чара просто на таких локациях, которые на таком же бусте никакому другому классу фактически недоступны. Ну и все, я думаю, БД прекрасно знает, как он работает. Во-первых, он пассивно добавляет, двойной урон, точность, исправление оглушения, это уже очень классно. И чем меньше у вас хп, тем больше вы отжираетесь от мобов, поэтому стоите в таких локациях, где даже близко не могли бы стоять с таким же бустом. Или бы там поедали миллионы банок, как несчастные лучники, которых отжирает столько мана, а не хп, и поэтому они с собой носят там по три тысячи банок, только на них и живут. При этом не слишком как бы это им помогает. Ну, там у них это красный скилл, здесь-то все-таки фиолетовый. Так, что еще рассказать, показать? Стоты, в принципе, посмотрели. Задавали вопрос, откуда столько точности, где ее брать? Откуда столько точности? Ну, во-первых, надо, наверное, пройтись по шмоту. Шмот у меня, как вот мы видим, ничего особенного на текущий момент нет. Да, и единственная фиола, это пушка, которая там не дает как-то точности сильно больше, чем красная пуха. Ну, вот сколько мне? 22 точности, да? 15 плюс 7. Поэтому ничего там сверхъестественного от нее нет. В основном точность, конечно, идет с коллекцией. Коллекции на миле точность. Покажи в процентах сколько у тебя. В процент коллекции? Ну, не так уж много. Ну, я не закрывал всякие коллекции там на дальний бой, на вес и все такое. Вот. Маккред Атака, да? Как некоторые делают, чтобы процент нагнет. 60%? Ну, да. Если бы всякую мусорные коллекции вот эти закрыть, которые ничего не стоят, было бы больше 60. Но, честно говоря, не вижу в этом смысла, да? Хорошо здесь закрыта точность по максимуму. Ну, можно посмотреть. Также вопрос, сколько донишь и уделяешь времени игре? Доню я только на, в основном, паке, который содержит донатные коллекции. Да, вот эти постоянные. Вот сейчас была как раз неделя с этой донатной коллекцией. На этом чаре она была не закрыта. Уж не знаю почему. Хотя он был довольно неплохо раскачан. Кстати, взял я его совершенно голого. Абсолютно без всего. Только в донат не вижу, да, привязан. И, по сути дела, одевал с нуля на моем арбалетчике. На тот момент был там MJ-сет. По сути, больше особо ничего. То есть с нуля одел его в топ-краснуху, которая сейчас на чаре. Но, учитывая текущие реалии, в принципе, думаю, некоторые вещи пересмотреть. Потому что, ну, уже немножко недоволен я тем комплектом вещей, которые у меня есть. Поэтому не собираюсь, конечно, донить. Ну, что-то, возможно, получу с дропа. Или продав дроп, точнее, да. Что-то, возможно, клан поможет. Клан у нас тоже помогает в этом немного. В зависимости от активности. Поэтому я бы тут много чего поменял. На текущий момент это, как минимум, нужны штаны другие. Вот эти больше на, фактически, ПБЕ. Да, просто ей все равно добавляют. Хотя вот от магов полезность проклеивания в держанию. Ну, сейчас у нас доминируют в мете ножи, скорее уже, а не маги, да, после последнего обновления. Поэтому надо собирать по максималке сопротивление оглушению. Плюс в новых локациях практически везде мобы тоже оглушают. Поэтому это становится первостепенным статом, как в ПВП, так как ни странно, и в ПВЕ. Соответственно, штаны мы меняем на штаны Дух и Шилен. 5% сопротивление оглушению. Хитдегрим. Очень хороший шлем. Просто великолепный. И в лечении урона дает и сопротивление умениям. Ну, к сожалению, не дает спротивление оглушению. Поэтому его, ну, скорее всего, буду менять на шлем Медузы. Перчатки, ботинки, в принципе, можно оставить. Кстати, кто-то спрашивал, откуда столько защиты, да? Ну, смотрите, как бы во всех шмотках поймана ЛС на плюс 2 защиты. Так или иначе, да? Соответственно, отсюда набирается. Можно сделать наоборот, перекинуть все вот эти ЛС защиты в ЛС на снижение. Тогда защита упадет где-то на 20, а снижение перерастет где-то на 10. Каждый сам для себя выбирает. Я, например, считаю, что в Мете, где против нас в основном ножи, не слишком забущенные, они бьют с руки. Если они по вам просто не попадают, то, соответственно, защита вам будет более полезна. Если, конечно, вас бьет тот нож, которого там 380 точности, то он у вас там стопроцентно попадет, тут будет более полезно снижение. Смотрите уж сами там, кому больше что хочется. Я пока выбрал защиту. Отмобов это, ну, скажем так, не везде полезно. Больше будет полезно снижение, которое работает везде. Ну, для ПВП все-таки предпочитаю защиту. Я так понимаю, снижение больше в ПВЕ как бы роляет, то, что мобы пробивают меньше как-то. Что-то так думают. Я когда-то думал, что снижение, оно только для ПВЕ. То есть вот, если почитать корейские какие-то там тесты, да, то как оно работает? Вот вам, например, моб наносит 500 урона, у вас 100 снижения. Вам прилетает 400 урона, да? Как в ПВП это работает? У вас маг там бьет хаосом на 5000, а у вас 100 снижения, он бьет вас на 4900, что ли? Вот я раньше думал, что это так. Но в ПВЕ это так, а вот в ПВП, похоже, нет. Никто точно зависимости не знает, но 100% это в ПВП работает как-то иначе. Потому что при высоких значениях снижения вас пробивают прямо, ну, прям в разы меньше. Явно это не просто вычитается из конечного дамага. Странно, конечно, что один и тот же стат работает по-разному, как бы в разных двух состояниях, но тем не менее это так. То есть те чары, у кого много снижения, они реально получают значительно меньше урона в ПВП. Ну и плюс, конечно, еще раляет сильно в ПВП. Такой стат, про него, в общем-то, многие забывают. Я бы здесь даже вынес. Противление урона от умений. Сейчас он у меня порезан за счет того, что мы в ТОИ, да? Но так он 124%. Это считаю довольно неплохо. Вот он очень тоже сильно режет входящий урон, потому что вот, условно, вот у меня урона от умений, да, 202 сейчас. Если минус 100, сколько там у нас получается, 124, то остается всего 80 с чем-то. Входящий урон от такого чара, как я, был бы значительно меньше. У многих даже до сотки вот тут не дотягивает. Ну, в нормальных условиях у меня было бы больше сотни. Получается, если хотите в ПВП как-то выживать, то урона от умений, уже не урона. Только потом уже защита и все остальные статы. Вот и мое мнение, я его как бы никому не навязываю, но считаю, что это первостепенные статы для уменьшения входящего дамага в ПВП. Так, я хочу подметить, что вот этот, ну, твой персонаж, это средний игрок на данный момент в Lineage 2 Mobile. Это статы среднего игрока. Ну, как среднего. Я могу судить по статам нашего клана, которые я в 13-х представлять никому не нужно. Я в нем средний игрок. Но если бы я был не в 13-х, а в каком-то более простом клане, то, возможно, я был бы там даже топом. И я бы не сказал, что чар у меня прям настолько средний, что во всей игре этот примерно средний был. Опять же, вот у нас в Альянсе больше 300 человек. И я смотрю таблицу Альянса. Вот по защите я там где-то на 50-х местах. То есть, ну, в верхних 20-ти процентах, да? Правильно я считаю? Если я не ошибаюсь. То есть чуть выше среднего, возможно, это чар. И поэтому без доната такого чара сделать невозможно. Ну, как мне представляется. Или надо очень много твинов и очень много времени. Либо очень много доната. Я уже его там допиливал с какого-то момента, не с самого начала игры. Поэтому мне донатить в него не пришлось, к счастью. Ну, за исключением одного раза. Купил эти донатные коллекции. Немножко карточек наутал. Прокачал Агатиону с них. Значит, по времени в игре, кстати, забыл сказать. Ну, чар, конечно, 24 на 7 онлайн. Ну, не знаю, что я тут сижу за компьютером. Он качается, где может. У нас все-таки вары какие-никакие есть. И на сервере, и на кластере. Поэтому не удается так, что чар бросил на вообще неделю и забыл о нем. Только сходи расходку, покупай. Приходится иногда за ним следить. Естественно, ходить на всех боссов, на все ревенты ПВП. Плюс у нас раз в три недели выпадает арена против наших любимых друзей из кластера Эрика. Где у нас собрались RedRaises. Основные их силы теплые. И плюс еще Crew Patrol. Я думаю, с Crew Patrol смотрю, вары снимаем в текущий момент. Уж не знаю почему. Наверное, какое-то там решение руководства непонятно. Так что ПВП у нас тоже хватает. Конечно, хотелось бы более активного. Когда мы трансфер делали, мы думали, что мы залетаем на варов, которые здесь еще были. Ну, в последний момент они улетели. Поэтому мы оказались здесь на кластере. Ну, отсутствующие с сопротивлением те... Подожди, ты же Барца Первого. Там же у вас уже война жесткая вроде. Или что, уже все? Да брось-то. Ну, кто тебе сказал? Тут есть несколько сильных персонажей. Я как бы отдаю им должное. Они вполне способны убить практически любого нашего члена клана, кроме супертопов. Ну, в том числе и меня, конечно. Ну, по сравнению с нашими супертопами, они... Ну, совершенно другой уровень, да. То есть, таких чаров, как Бигфрок, Курение, Оливка, Фэткэт, Варлок, они, ну, конечно, не способны убить там даже пачкой, наверное. Поэтому вара на сервере у нас как такового нет. Всех боссов мы забираем. Единственное, что они, конечно, нам по мере сил не дают стоять в локациях. Но нам это особо не нужно. Мы в основном предпочитаем фармными в сервере. Они вырезают всех, да? Получается, и малюток, и всех, как бы. Слушай, ну, не совсем, наверное, тема для этого разговора. Но, действительно, да, есть такая странная у них особенность, что они почему-то начали убивать абсолютно всех. Даже тех, кто с ними играл в течение целого года. С начала игры они на Барс 1 с ними играли. ПВЕ-кланы, просто ПВЕ-игроки какие-то. Они их прекрасно знают. Как бы знают, что это не наши твены, не наши союзники. То есть, ну, просто какие-то люди. Вот, ну, они играли в свою игру, никому не мешали. Не толкались на спотах, не вступали к нам, не помогали нам на осадах. И вот с того самого дня, как мы залетели на Барс 1, они получили приказ от лидера Альянса, Хана, да. Как бы ни для кого это не секрет. Он опубликован в их дискорде, и там любой желающий может его увидеть. Что дается приказ убивать всех антагом с Барс 1, как на сервере, так и на межсервере. И вот с того самого дня, то есть уже больше месяца, по-моему, когда мы залетели, 13 марта, по-моему, трансфер кончился. Да, месяц прошел. Они убивают абсолютно всех. Вообще всех. То есть твенов, не твенов, пвешников, не пвешников, варов, не варов. То есть серверы вообще локации пустые. Они убивают всех подряд. Интересно, вот сейчас рынок какой у вас? Нормально рынок там продается, ты выставляешь? Предположим, что мы на всех серверах оставим по одному клану, вообще во всей игре, да? И больше у нас никого не будет. Всех остальных убьем насмерть. Ну и с кем мы будем играть, а с кем будем торговать, где будем получать вещи. У нас ведь будут не так скоро уже, не так долгое, клановые коллекции, которые надо будет вкидывать каждую неделю. Очень много переточенных синьких и зеленких. Если это не будут делать пвешники и твены, то этого просто не будет. Мы же не будем мейнами стоять зеленку бить в эти коллекции, в конце концов. То есть мне кажется, это путь в никуда. Он одинаково плох и для тех, кто это делает, и для тех, кто просто играет в свою группу, выешет. Ему, может быть, нравится просто развивать персонажа. И ничего больше особо не надо. Ему даже этого не дают. На мой взгляд, очень печально. Смотри, на Лене второй. Улетели ребята к вам на третий барс. Остался один хрюнион, и у нас рынок умер. Ну как умер? Все стало дешевое. Точная зеленка, которая с лохинки выкручивается. Ее никто не покупает из-за того, что некому выкупать ее. Только ждать трансфер получается. И тогда это все продавать. Потому что рынок реально мертвый, потому что нет потребителя этого товара. У вас скорее ситуация не из-за того, что у вас некому фармить. А некому, скажем так, ее покупать для того, чтобы бустить чары. У вас нет символов, чтобы чары бустить, так как... Ну, бустить чары для ПВЕ это, ну, такое все-таки, да? То есть самый живой аукцион всегда на сервере или на кластере, где идет какое-то большое противопостояние. И там активно супертопы и топы скупают все, бустят себя, коллекции и так далее. Если воевать не с кем, то, во-первых, пропадает интерес к игре, во-вторых, пропадает активность на аукционе. Ну и, соответственно, получается, что игра немножко заебается. Ладно, мы чуть-чуть отошли от темы, давай по персу. Да, это немножко не о чаре, да. Что тут еще можно посмотреть? Ну, основные статы посмотрели, по шмоткам посмотрели. Я так понимаю, что мы рассматриваем чара в разрезе того, что он, ну, скажем так, доступен среднестатистическому персонажу, да? И что, у него красный шмот топовый, причем, ну, не самый лучший. Я бы сказал, в текущей ситуации я бы улучшил, что, ну, уже говорил, шапка другая, штаны другие, тело без вариантов. Причатки можно иернглофары, наверное, носить. Ну, примерно то же самое. Больше урона, ну, меньше урона от умений. Ну, плюс-минус то же самое. Сапоги без вариантов. Плащ. Вот плащ некоторые почему-то недооценивают. Этот вот самый, казалось бы, простой плащ безмолвия. И носят какие-то плащи там на врон, кто на что, гораст. Ну, если, допустим, там, ножам или магам, понятно, нужны плащи с аномалкой, то вот милишникам многие, почему-то, носят плащ, вот, ну, властитель, например, да, там, на доп урон крита или что-то такое. Но я все-таки считаю, что вот этот стат, который есть в плаще безмолвия, с противлением урона от умений 5%, ну, и плюс с противлением умений, он тоже 25, весьма немало. Очень полезно для милишника и для выживаемости, ну, просто идеально. Поэтому вот этот плащ я бы, ну, никаким БД не советовал переодевать. Да, он самый простой, он стоит на нашем аукционе, там, что-то порядка тысячи, но он очень классный, я не готов с ним расставаться до фиолетового плаща, если когда-то у меня он появится, ни на какой другой. Поставить в лучшую пока. Так, ну, пушка у меня Т1 дуалы, очень хорошая пушка для бездонатного игрока. Я ее получил с клана, благодаря ему временное владение. У нас активным игрокам фиолетовое оружие просто выдается, скажем так, на прокат бесплатный. Поэтому очень доволен. В PvP она, ну, просто бесподобно забустила. В PvE тоже очень классно. Поэтому по сравнению с любым красным оружием очень хорошо бустит. Тем рекомендую, кто может себе каким-то образом ее добыть обязательно. То есть, если сравнить статы красной топовой пушки, там, любой с фиольной, вроде оно не так сильно. Но когда ее берешь в руки, то рост очень значительный. Особенно полезен здесь шанс тройного урона. То есть, у BD и так есть танец, получается, на перед шанс и дает им 5% тройного урона. И еще вот с пушки можно получить 10%. Вы получаете просто почти из ниоткуда 15% тройного урона. Это очень много. Немногие классы могут этим похвастать, что у них есть тройный урон. А уж без фиолетового оружия у многих и вовсе его нет. Скилл оружия, ну, там ничего такого особенного-то в нем нет. Он наносит дополнительный урон по ней и понижает ее крит-резист. На всякий случай напоминаю, что BD это, ну, Глад скорее, да, его чаще называют. Это класс про крит-шанс, да, соответственно. Ему надо максимально бустить крит-шанс. Вот у моего далеко не самого топового персонажа, это 151%. Для ПВЕ это даже слишком много, так как у мобов, насколько мы знаем, крит-сопротивления не бывает. Для ПВП тоже вполне неплохо, потому что крит-шанс высокий. По сути дела, в большинстве случаев наносят крит-урон их ПВП. Поэтому, если еще и снизить сопротивление, то криты будут по противникам лететь. Но все-таки BD, если уж совсем про него говорить, это класс не про дамаг. Если в ПВЕ он очень хороший за счет высокого крит-шанса, у него хорошие статы, точность, урон у него там от пассивок это дается. Его берсерк отжирает, да, ХП от мобов. То в ПВП все это, ну, не слишком сильно помогает. Все, что он может в ПВП, это, по сути, как саппорт достанет на него очень долгое время. У него есть хорошее, очень, и с небольшим откатом, скил устрашения, который, ну, по сути дела, тоже оглушение. Только по-другому называется, работает от стата оглушения. Кстати, вот сколько шанс оглушения. Не знаю, не показал, по-моему, да? 83%. Скажем так, неплохо, но далеко не фонтан. Для уверенного оглушения, ну, сопоставимых чаров, хотелось бы, конечно, где-то под сотню разогнать. Потому что вот у меня сопротивление оглушения 76, 83 шанс оглушения, ну, плюс-минус то на то, бонус к резисту и выходит. Поэтому дальше остается некий там базовый шанс, который никто не знает. И бог его знает, но шанс, в принципе, неплохой. Постараюсь еще чем-то забустить, пока я не придумал чем. Потому что шанс оглушения коллекции очень дорогие, их не так много. Поднять его нелегко. Так, ну, что у нас тут еще? Символ парадии. В принципе, хороший символ. ПВЕ-шный, конечно, скорее. Точность, урон. ПВП, может быть, сопротивление больше умением требуется. Ну, донат, вещи смотреть не будем. Там уж у кого на что зашли. Рубашка на 6. Серги 6, браслеты 4, 5. Бежа. Вот бежа требует, по-моему, сильной переработки, на мой взгляд. Сибири ожерелья, конечно, отлично в ПВЕ. Но в ПВП сейчас уже скорее востребовано сопротивление оглушению. То есть, можно надеть ожерелку на 10% спротивление оглушению. Уже отлично было бы. Тем же кольцо, ну, наверное, да, во всех случаях полезно. Кольцо ядра. Когда-то казалось, что это, ну, прямо самое топовое кольцо, какое только можно. Для любого милишника оно просто масхевное было. В принципе, оно и сейчас, конечно, не утратило актуальности. Я бы его с удовольствием носил дальше. Но боюсь, что сейчас пришло время все-таки одеваться от оглушений. И его я бы поменял на кольцо уже сопротивлением оглушению, а не сопротивлением удержанию. Ну, или МЖ кольцо. Тут я вообще до сих пор не решил, какой бы лучше я переодел. Возможно, даже МЖ кольцо. Бог с ним с этим уроном. Зато от оглушения я бы мог разогнать таким образом. Наверное, где-то под сотню уже резистов. Что было бы очень неплохо. Пояс у меня очень хороший. Плюс четвертый пояс саратоны. Но, опять же, если бы была возможность, я бы скорее предпочел плюс четвертый. Ну, или, там уж насколько получилось бы, пояс октависа. Почему? Потому что здесь бонус весь урон, да. А в поясе октависа было бы снижение на 2. Ну, кстати, тут великолепный ЛС. На плюс 2 снижение. Вот так примерно по шмоту. Ну, руны вторая, третья. Мудрость, кстати, а не выносливость. Ну, так уж заточилась. Но я бы предпочел руны выносливости. Но, к сожалению, руны выносливости нет. Максимально заточена, но третья. Все ЛСы, напоминаю еще раз, по максимальному защиту. Где можно поймать две защиты, везде две защиты. Где защита максимум одна, там выролен стат снижение. Дрожка пятая. Что по скиллам, наверное, да? Самое главное после шмота это всегда скиллы. Красные, естественно, все. Что могу сказать для тех, у кого, например, нет аден 1 или 2 скилла. То есть, я думаю, уж там до адена 1-то у всех есть. А вот один аден, это у нас владение звуком, да? Хороший, вроде бы, скилл. То есть, это у нас усиление на наш стан, который становится массовым. Но, к сожалению, что он делает? По сути, он просто наносит урон по области. Вместо того, чтобы, например, дать несчастным БД массовое оглушение, они дают им массовый урон. Который у них, в принципе, и так-то есть с обычного Тоник Бласта. Скилл, ну, в ПВП ничего не делает нового. Просто наносит урон вместо одного противника трем, а станет по-прежнему одного. То есть, если у вас этого скилла нет, в ПВП вы слабее вообще никак не станете. Так как вы били в одну цель с оглушением, так и будете. Никакой разницы нет. Правда, тут написано, что он увеличивает его точность, то есть, видимо, шанс прохождения. Но, так это или нет, проверить трудно. Потому что мы не знаем базового шанса, а цифры никаких нам добрые корейцы, конечно, не дают. Поэтому считаем, что в ПВП, если у вас этого скилла нет, то, в общем-то, не страшно. А вот Адам-2 скилл. А что, если у вас вот этот скилл есть или нет? Что вообще он делает? Он получает противник ваш дебаф, под действием которого он, по-моему, наносит меньше урона. Мы проверяли этот скилл на арене со своими сокланами. И я, честно говоря, вообще не заметил, что у них уменьшается, по мне, урон. Что под дебафом, что без дебафа. Они бьют практически одинаково. Либо там какие-то совсем копеечные значения. Ну, в общем, ими можно пренебречь. Поэтому, если у вас нет этого скилла, то, ну, практически тоже ранится особо никакой. Да, он дает еще вам масуху на зеленый скилл, который вы до этого, скорее всего, никогда не использовали. Но, опять же, это используется крайне редко, потому что у скилла там длинный откат. И, опять же, всего три врага. То есть, у БД большие проблемы, в общем-то, с фармом, потому что у него максимум все скиллы бьют на три цели. Ни один скил не бьет на пять целей, как у многих других классов. И у них длинные откаты. Такие дела. Конечно, у него есть Берсерк, который потом им сильно помогает в каче в тяжелых локациях. Вот он, да, еще раз напоминаю. Берсерк у меня взят был заранее, то есть, когда я чар уже взял сам. Поэтому я его не выбирал. Но если бы у меня была возможность выбрать, я бы, наверное, все-таки взял бы не Берсерк, а ПВП скилл. ПВП скилл, напоминаю, это у нас разрушение доспехов. Когда-то мне кто-то сказал, что этот скилл вроде как наносит дебаф и у цели понижается снижение урона на 30. Но мы его тестили на тех, у кого он есть. И дебаф там совсем не 30 снижений урона. Просто цель с этим дебафом получает больше урона. Причем она реально его получает больше. Вот этот скилл реально полезный. То есть, как он точно и насколько снижает ваши защитные характеристики, неизвестно. Но урона цель получит больше. Поэтому для тех, кто ищет ПВП, это скилл обязательный к взятию. Для тех, кому нужно только исключительно ПВЕ, жестокое рассечение. Двойной импульс скилл, конечно, довольно интересный. Получается, его мало кто берет. То, что, казалось бы, не очень понятное описание. Влечит урон в ближнем бою, иммунитет в ближнем бою. Локировка оружия. Насколько? Никто не знает. Каких численных значений нет. Но я вообще не знаю, честно говоря, ни одного БД с этим скиллом. И не могу точно спросить ни у кого, действительно ли он полезный. Но считается, что иммунитет, то есть, по сути, это шанс полностью заблокировать урон определенного типа. То есть, в ближнем бою, да, вы можете какой-то урон от милишника полностью заигнорить. Очень полезный. И такой стат крайне редкий. На Корее он очень ценится. И вот он в мифических шмотках, которых у нас пока нет, но еще добавят. А как раз есть, и поэтому прям там маленькие совсем проценты, там 3%, по-моему, в мифической шмотке, шанс иммунитета. То есть, это явно ценный скилл. Мог бы быть, но его никто не берет. Поэтому про двойной импульс пока забываем. Жестокое рассечение. Очень хороший скилл. И просто обязательно взять. То есть, если у вас накопился на второй скилл, и вы думаете, что бы мне взять? Вместо, вот один у вас один скилл взят, да, какой-то берстерк там, или разрушение доспехов. Вы думаете, добрать ли второй из них, или жестокое рассечение. Обязательно жестокое рассечение. Потому что наносит просто колоссальный урон, если цель под оглушением. То есть, я сколько раз бился. Ну, со социальными классами это не так заметно. Но если дерешься с Арбом, то, ну, он примерно равного бустая, он под своим щитом и лечением, его почти не пробиваешь. Очень-очень медленно. Очень медленно урон идет. Вы с ним бьетесь, бьетесь, тебя карма ест, банками хилишься, ты его еле ковыряешь. И вот, наконец, прошло это устрашение, и вот этот скилл начинает работать. Наносит доп и рот по устрашенной цели. И вот тут начинает куски рваться от цели. От Арба. От остальных-то оно и так нормально. А вот от Арба очень трудно пробить под щитом. Ну, и от любого чара под щитом. Ну, Арба особенно. Потому что у него еще и щит пробужденный дает ему больше урона от масс-атак. Так что вот этот скилл для PvP обязателен. Для PvE. Ну, я, кстати, проводил довольно интересный эксперимент. Я стоял на лабиринте Харнака. На локации, уже сложной для этого чара, да. И я ради интереса попробовал фармить там под включенным станом. То есть, я могов прямо и станил. Они хорошо там стан проходят. И без стана. То есть, без стана я их просто бью. И какой-то определенный процент опыта получаю. Включил я стан. Там буквально бьют я от трех-четырех мобов. Там кучка небольшая. И вот я заметил, что со станом у меня аж на четверть прирос кач. Потому что, во-первых, я их быстрее разбираю. А мобы там очень толстые. И, во-вторых, что по устрашенной цели, они становятся устрашенными, наносится прям очень сильный урон. То есть, на обычном каче, когда вы бьете моба, вот как я сейчас стою тут в той и три, да, с одной и двух тычек, ну, бессмысленно абсолютно включать устрашение. Не переводить ману и еруду нет смысла. Но если вы стоите на очень сильных мобах, вот там мобы по 7 миллионов опыта дают, то есть смысл его включить. И поэтому носить с этим скиллом значительно больше дамага в одну цель. И это полезно даже в ПВЕ. Ну, в ПВП, без сомнения. Скилл топовый обязательно нужен. Ну, дальше я не думаю, что есть смысл осмотреть скиллы, которых у нас еще пока и нет. Но рассечение надвое. У нас есть в клане один глад с этим скиллом, с каким-то чудом, с промоушен его достал. Конечно, у него урон с него просто космический, фармит он бешено, в ПВП тоже полезно. Его взять особо негде, кроме промоушен. То есть такой жинцементский набор для любого более-менее, ну, скажем так, среднего глада. Это, по моему опыту, версерк, если вы ПВЕшник, разрешение доспехов, если вы ПВПшник, ну, и жестокое рассечение без вариантов. У меня, кстати, есть уже хоноры на третий скилл, 45, но я пока их приберег, чтобы немножко сэкономить алмазы, буду брать сразу скилл уже на ДК, поэтому не буду уже две недели до ДК осталось менять уже сейчас. Этот скилл брать смысла нет, думаю. Почему ДК? Потому что я немножко начал говорить, что такое БД. То есть он хорошо фармит, полезен на ПВП своим, станом, да, чар поддержки, танцы, конечно, хорошие для пати дает, но, к сожалению, один на один, ну, очень сложно кого-то выиграть, дальников, там, любого дальника, вот, просто не догоните, они вас либо законтролят, закайтят, там, в зависимости от класса. В миле бою ножи доминируют сейчас безоговорочно, потому что вы получаете этот пресловутый шаду-степ, и дальше он, в лучшем случае, вы успеете улететь с пятью тысячами хп, а в худшем просто умрете, и ничего не сделаешь, к сожалению, вот так вот сейчас, такая мета, мета ножей, что они наносят точно высокий урон по оглушенным целям, и тем более, еще если с инвиза выходят, раскрываются, поэтому БД очень сложно в ПВП, как с милишниками, которые сейчас практически один милишник остался, это ножи, так и с дальниками. Так что, и на Корее это особо разницы нет, БД там больше как саппорт используется, так что, не стоит сильно надеяться, что что-то изменится, но если кому интересно, я, кстати, тут вот заготовил еще Корею, могу показать те скиллы, которые ведут в ближайшее время, может быть, кто-то проникнется, и захочет все-таки на БД играть до победного, до выхода этих скиллов, до которых осталось там уже ну не так много, месяца полтора. Есть смысл показывать Корею? Покажи. Мы переместились на Корею, да, и посмотрим, что у нас будет через полтора месяца. Через полтора месяца у нас будут новые хроники, даже уже следующие хроники после тех, которые ведут буквально через две недели, то есть у нас очень быстро пройдут двое хроник, буквально за полтора месяца, мы пройдем Рев Антараса и переместимся в Грацию. Это вот у нас уже скиллы Грации на Корее давным-давно, что у нас тут добавят нашим несчастным БД. Поняли, что БД как-то ну совсем печален в ПВП, надо было немножко забустить. Что они ему дали? Для тех, кто это никогда не видел. Во-первых, они ему дали два новых синих скилла. Как ни странно, и даже синие скиллы иногда добавляют. Конечно, они не бог весь как его забустили, но тем не менее. Новый синий скилл в уроне оружия плюс 10%, и более полезный, как мне кажется, Double Weapon это плюс 5% двойного шанса. Двойной шанс это стат такой, который добыть тяжеловато, поэтому весьма полезен. Синие скиллы, конечно, хорошо, но что там дали в красных? В красных дали вот, по-моему, самый полезный скилл, какой могли бы придумать, это снятие любого контроля, включая все фиолетовые. То есть, как у нас сейчас проходит ПВП, ОБД, если на вас напали. Вам подбежал маг, садил вам хаос, и расстрелял с дистанции. Подбежал к вам арбалет, садил вам стам, и расстрелял с дистанции. Подбежал нож, садил шадоу стэп, и заколол насмерть. С выходом вот этого скилла Феникс, благо, дело, он всего лишь красный, который, ну, практически у всех должен быть, так или иначе. Сначала он, конечно, будет только с промоушенов, почти начнет падать с боссов, обувь и так далее. Вы сможете с себя всю эту грязь снимать. То есть, раз в одну минуту, ну, с красным ожерелем, это где-то раз в 45 секунд, вы снимаете с себя любой контроль, абсолютно, включая любой фиолетовый. То есть, и хаосы, и шаттл стэпы, и всякие станы, в том числе и фиольные, от арбалетов, которые больше всего проблем доставляют из дальнобойных классов. Получается, можете либо улететь, либо, если это такой враг, который не может быстро вас переконтролить заново, то есть, ну, этот арбалет у него длинный откат стана, у ножа вообще огромный откат 25 секунд его шаттл стэпа. Дальше вы можете попробовать навязать ему уже свою борьбу, потому что вы можете его сами оглушить и начать разматывать. Поэтому вот этот скилл обязательно просто у каждого БД и, наконец, он от однокнопочных персонажей перестанет так страдать, потому что сможет снимать их первичный контроль. Не спешите снимать, например, какой-нибудь, если вам нож просто салой кинул, потому что дальше он вам шаттл стэп кинет. Дождитесь шаттл стэпа и уже бейте. Как минимум, любой класс вас не убьет за прокаст. Вы сможете всегда сбежать. Поэтому вот этот скилл просто меня очень порадовал, очень жду его. Ну и плюс, он не только снимает контроль, еще на 6 секунд он добавляет вам скорость каста и точность оглушения. То есть, в пвп вы сняли какой-то шаттл стэп с себя и пошли оглушать противника. Очень, ножи будут очень не рады встретить такого БД, у которого этот скилл есть. Но, что еще у БД плохо? Конечно, у него довольно длинная дистанция атаки для милишника. И, кстати, многие почему-то думают, ну не многие, но есть еще такие люди, которые спустя полтора года игры все еще думают, что в БД полезно прокачивать дальний бой, потому что у него вроде как типа дальняя атака. На самом деле, у него просто длинный радиус атаки, но все равно это мили в урон и никакие дальнобойные бонусы в урон в дальнем бою или точность в дальнем бою у него точно не действует. Поэтому, что у нас плохо еще в БД? Плохо в нем то, что ему трудно сблизиться с целью. У него нет шадоу-степов или как у Дестра там подпрыжки тоже к цели и что они ему придумали? А давайте ему вот такой скил дадим. Что он делает у нас? Он нас прыгает к цели с оглушением, которое, так же как и получается наше устрашение, станет цель на две минимум секунды. Все еще полезно кого-то догнать. А если на вас напал милишник, то что его догонять? Во-первых, его всегда полезно еще раз лишний застанить, да, то есть второй стан по сути дела появляется плечом фиолетовый, то есть маг своей льдышкой его уже не снимет, что очень приятно. А во-вторых, если на вас напал милишник и вам уже надо как-то разорвать дистанцию, потому что у вас дистанции атаки больше, чем у него, ножа на домер, то если вы вплотную с ним стоите, вместо того, чтобы к нему подпрыгнуть, вы наоборот его оттолкнете и застанете. Соответственно, он потом потратит какое-то время, чтобы до вас забежать, даже если вы его не застанете. Если застанете, он еще постоит в стане, вы в него постреляете, ну как бы, да, потом еще к вам будет подбегать и вы еще ему за это время напихаете урона. Тоже очень хорошо. По-прежнему, этот стан после воскрешения, если вы противника убили, не дает ему воскресненца фолл хп. То есть, такой же, как и предустрашение, дебаф накладывается. Противник станет с нулем хп. То есть, что? Ему дали снятие контроля, ему дали сближение с целью. И второй фиольный скилл, который тоже появится через полтора месяца. Это новый танец. Думаю, многие БД его ждут. Не знаю, где они будут его брать. Промоушенов крайне маловероятно. Шанс будет опять один процент, скорее всего. Но те БД и кланы у которых будут БД с таким скиллом, я думаю, очень порадуются. Чтобы не утомлять никого, не буду перечислять, что он дает, все на экране. Но в двух словах он вам добавляет и членам вашей пати очень много полезных бонусов и оглушения и так далее и резистов. Танец просто очень мощный и будут рады такому БД в любой патте. Поэтому он и как партийный персонаж и как соло игрок очень сильно усилится. Но, к сожалению, как я уже сказал, все-таки, мне кажется, что, наверное, перейду в ДК. Он выйдет как раз в этом же патче даже раньше на две недели. То есть до него уже недолго осталось. Недельки три. Вот такая ситуация БД в ближайшем будущем. По картам, да? Пойдем по картам. Фелки у меня три. Сразу в процентах. Неплохо закрыто, да. Да, конечно, на 64. Хотелось бы побольше. К сожалению, их пока. Всего три. И Фиока на ножа. Ой, ножа, господи, о чем я говорю. Не совсем та, которая бы привела предпочтительней. Скрайд, конечно, очень толстенький. Да, 24 выносливости. Вот есть у нас еще такой персонаж, как Вадео Кадмус, который практически не выступает в выносливости, но у него есть шанс как бы избегать любого урона с помощью ножика на Саве. Скрайд, конечно, с этой точки зрения страдает сильно. Ну ты стан танка можешь давать там типа как-то так. Нет, это плохая тема совершенно, потому что если переключаться на танка, ты теряешь все бафы на себе, потом после возвращения на БД, пока ты обкастуешься обратно, это уже не очень приятно будет, поэтому я этим не пользуюсь. Да, я знаю, некоторые дают станы с сабов, но мне кажется, сабы не больше для другого. Либо напасться на виза, если у тебя на сабе ножик есть, либо крылья прожать, если у тебя орб есть, ну если у тебя чар не БД, то а потанцевать себе. Все остальные сабы я даже не знаю, честно говоря, для чего они нужны. Ну, дали для галочки, по-моему, большей части. Вот реально полезные сабы этого, либо БД, либо нож, либо орб. Какие другие сабы еще могут для чего-то пригодиться, я не знаю. Мне кажется, это больше какое-то развлечение для не самых понимающих в мире людей. Или я в ней мало что-то понимаю, потому что я не знаю. Ну, это раньше, когда такая игра стартовала, да, да, да. БД и Кадмуса, ну, тут уж, как говорится, играем на чем есть, поэтому, если у вас есть какая-то возможность или вы хотите ральнуться в БД, да, с какого-то другого класса, берите не Скрайда, берите Амады и Кадмуса, потому что нож, это на сабе всегда очень полезно, вы можете к цели подкрасться, вы можете от цели отступить, если дела совсем плохо пошли. Единственное, его минус значительный, это внешний вид. Ну, тут уж, как говорится, на любителя. По картам, по красным, большая часть закрыта, и это, к сожалению, одной вот довольно редкой карты Зикер Дайн, которая добавила бы последнюю вот каплю, вот в эту коллекцию увеличения 5% урона, да, вот 15 карт, ни одной не хватает, когда он закроется, наконец. Тогда получим этот бонус, ну, кое-чего редкого еще нет, какие даже нет, то бы это, полезные карты, в общем, тут еще есть, что позакрывать, но уже, в принципе, не так много. По редким, большая часть всего закрыта, осталось там какие-то копейки уже из последних новых, но выпадают они уж как получится, и надеюсь, их большей частью добрать за леви лапы, там, тем, кто не знает, напоминаю, или рассказываю, тем, кто вообще никогда об этом не слышал, за высокие уровни вам дается сундучок, вы можете с него выбирать почти любую синюю карту и, соответственно, вот эти вот садки закрывать. Заставило мне очень много мучений, пробуждение ее. Пробудился он за 21 попытки, по одной красной закидывал, если бы я закидывал, например, сразу максимально, да, красных, то там бы шанс 90% был, на это ушло бы 12 красных. У нас был случай, когда человек кинул все 12, к сожалению, больше нельзя кинуть, я бы кинул до сотни все красные, но так нельзя, потому что там всего 12 лотов, и у него на 12 картах и 90% шанс случился фейл, поэтому я решил по его стопам не идти, кидал по одной, но, к сожалению, пришлось потратить 21 попытку, прежде чем он наконец пробудился. Так ли это было нужно, и настолько ли оно того стоило, потому что 21 карта это 5 фьюзов на фиол, ну, уж не знаю, там, зависит от везения, как кому повезет, что это дало? Ну, конечно, скорость атаки и магии прибавилась, это обязательно нужно. 3 силы, бонус, скажем так себе, и вот этот непонятный скил усиливает способности контроля, и так на каждом классе, что он усиливает, никто точно не знает, никаких бафов и дебафов это не отображается, причем этот скил даже у каких-нибудь арбов есть, у которых вообще контроль отсутствует, в принципе. Так упарываться вот в это вот пробуждение, я не знаю. Конечно, вот скорость атаки это очень важно, все остальное не так важно, поэтому я бы особо не заморачивался, даже если у вас черни пробужденный, и лучше бы красные карты я пустил бы в ап героических, то есть пробуждал бы БД, другие, да, которые вам в коллекциях добавили бы рон, соответствующего типа оружия, от парных мечей. Вот здесь я бы пробуждал, почему я не пробуждаю? Потому что, как я уже говорил, буду переходить на ДК и буду пробуждать не БДшек, а ДК, ну которых пока в игре еще нет, соответственно, оставляю красные карточки на их пробуждение. Если бы я оставался на гладе до конца, я бы сейчас уже их пробуждал потихоньку. Самое полезное пробуждать, на мой взгляд, это не карточку легендарную вашу, а карточки красные, которые дадут вам урон на ваш типа оружия. Таких, по-моему, в каждом классе штук 5-6 есть, соответственно, 5-6 урона вы получите просто с пробудой красной карточки. Соответственно, дорого, да? Две красные, ну или синими можете пробуждать там уж у кого что. Рекомендую всем вот пробуждать красные. Не выпарываться в фиолетовую вашу, а именно пробудить соответствующие красные. Прям все, какие у вас есть на ваш класс. Ну такой универсальный совет. По агатионам. Агатионам мне все печально, как у моего коллеги Кифа. Всего два агатиона. Но зато какие, по-моему, самые полезные. Никакое другое не заменит лучших фвп за счет твоих бонусов в защите и сопротивлению урона от умений. Даже просто в статах. И пассивка вот эта тоже просто имбовая совершенно. И от магов полезна, и от любых классов с оглушением. И в пве даже пригождается. И еще увеличивает шанс оглушения. Тот пассивка, по-моему, вообще лучшая для любого милишника со станом. Вот если вот эти еще статы и тут какие-то есть, другие варианты, то вот это, по-моему, идеально. Если бы я мог на какого-то другого агата ее повесить, я был бы просто счастлив. Пробуждал я уж тем, что пробудилось, и в итоге мне так повезло, что пробудился он с Крумы. Крума добавил еще и урон и точность ближнего боя. Вот тот спрашивал, например, да, откуда столько точности. Урон и точность ближнего боя, если агата переодеть, если кто помнит, у меня было 225-302, переодевая, например, другого агата, он дает, получается, за счет того, что Крума еще два урона и три точности. Просто агат. За счет того, что у него вот эта пассивка от Крумы. Поэтому вот этот агата идеален просто в ПВП. Других вариантов здесь просто нет. Пробуждать лучше дважды, так как... Вторая пробуда, просто чтобы пробудилась, да, вот это особо не нужно. Просто чтобы догнать еще больше сопротивления. Так, мы не того агата смотрим. Вторая пробуда еще больше дает защиты, сопротивление урон от умений. Советую, если у вас этот есть. Ну, в принципе, любого фиолетового надо обязательно дважды пробуждать. Потому что он добавит ему и статов, и вот это накопление энергии, это больше ПВЕ, конечно, нужен. И опыт. Вот те статы, которые у вас есть, вот эти защиты, и сопротивление урон от умений, обязательно нужно до второго этапа догонять. Какими статами вы пробудете, я, честно говоря, агатами уже не заморачивался. Главное, пробудить сначала. Потом уже можно попробовать подравлять еще нужные скиллы, но если у вас так, звезды сошлись, что вы еще и полезные вот тут вот скилл поймали, типа вот этого, ну вообще идеально. Второй агат, используя под ПВЕ, тут пробудилась Таути, ну тоже не слишком полезный скилл в ПВЕ по оглушенной цели, но как я вот уже упоминал, я на сложных мобах фармлю с оглушением, поэтому еще добавляет точности по оглушенной цели с теми Нюэль. Ну а сам агат, конечно, просто сумасшедший буст дает в ПВЕ за счет влечения урона от умений и сопротивления оглушения в ПВЕ. Казалось бы, раньше бесполезно было, так когда вас в мобы просто тыкали, теперь тоже становится очень полезно. Опять же, дает отличный, соответственно, бонус при атаке, сопротивление урона от умений и цели понижаются. Можно было бы его и в ПВП использовать, но, как я уже говорил, мне кажется, для милишников больше важна защита чем нападение, поэтому теми Нюэль, ну можно использовать рай, что на ноже, на мой взгляд, но для классов, которые ведут длительный бой, ну боюсь, что не слишком годный агат, и я использую всегда анахим. По красным почти все есть, пробуждены точечно те агаты, которые дают очень полезный статк, вот, например, апостол играли, почему пробужден? Потому что пробужденный, он сдает увеличение урона от умений. Хоть один процент, но не так просто его добрать. Почему крома пробужден? Потому что дает урон ближним в бою. Вот, например, почему какой-нибудь селу не пробужден, да? Потому что дает увеличение урон от всех стихий, что не ладу как бы ни к чему. Ну нет нескольких агатов из последнего завоза, или там последний завоз в Тимитрис, чудовище, и по-моему все, да? Там где-то он крепст, понятно, вообще мало у кого есть, ну а это уже всякие ивинтовые агаты. Как-то не выпали, ну что ж теперь делать, может когда-то эти паки повторят, тогда я их доберу. По коллекциям агатов, ну как-то вот так, средний игрок так, ну по карточкам агатам все, да? Души, ну особо, чтобы не вдаваться. Красные, почти все, за исключением трех межсервинг, да? Никак не выпадают с паков, ну и соответственно крайне редко вообще выпадают. Их трудно получить как-то еще. В коллекции там нет смысла смотреть, как закрыто, понятно, а не стоит совсем игнорировать вот эти вот, казалось бы, не особо нужные. Больше бустов в пвп идет. То, что вот некоторые вот на это вот вообще забивают аномальное состояние. На кой нам аномальное состояние на глади? Я тоже какую-то аномалку что ли накладываю, да? Там не только аномальные состояние. Там самое главное уменьшение длительности аномальных состоянией по вам. Такие сопротивления очень полезные. Много полезных бонусов. Точности тоже не только точность. Есть еще и шансы улучшения, тоже очень полезно. А в живучести, ну там уж я вообще молчу, для любого милишника она обязательно. Ну, здесь уже, я не знаю, энергию качать, не качать, каждый решает сам, так как без доната энергия очень быстро влетает. Сюда довольно много вкинуто, чтобы экономить на кубках. Пришлось немножко, да? Защита хотелось бы побольше, но пока десятка вкачана. Ну и примерно поровну в атаку и увеличение урона. Еще есть куда тут качать, но души тихонько копятся. Пока закрыто так. То есть примерно равномерного все вместе, ну и чуть больше перекос в атаку и увеличение урона. Так, печати. В печати соски девятые. Пока я оставляю кристаллы на следующий фиолетовый скилл. Они еще пригодятся, чтобы его там крафтить. Как ни странно, даже туда кристаллы будут нужны. Атака шестая. Защита 6-1, чтобы туда защиту и ничку добрать. Особо не запарился. Тут до точности докачал и все. 5-2. Дуэль, конечно, как в любом ПВП сайте нужно качать. По максимуму у меня там уже кристалла стало не хватать, пока я ее бросил на семерки. Энергия 6-я. Там и контроль. Конечно, хотелось бы лучше. Много еще чего можно перекрутить здесь. Поэтому есть какие-то статы, которые прям неплохо удались. Снижение урона, урон ближний в бою, с премьер-глушением. Ну вот выносливое распределение умения, ну как говорится, для галочки, чтобы просто синие были. Канда крутилась так. Когда монет наберется, возможно, я это еще попробую улучшить. Ну, зеленое мастерство, наверное, смысла крутить нет. Фиолетовое довольно спорный вариант. Слишком сильно в защиту уходить тоже я бы не стал. Поэтому все-таки рекомендую всем, наверное, гладиаторам. Только синие. Ну, Астр остался, да, у нас получается. Тут вообще особо не заморачивался. В кину-то где-то восьмерок примерно в защите. Девятый кое-где в атаке. В основном, чтобы шанс оглушения добрать. Тут у нас был-то. Я уж не помню. Где-то был. Этот новый Астр почти не качал вообще, бросил его. Потому что, ну, дает, конечно, неплохие сопротивления в ПВП и в ПВЕ. Ну, не слишком это полезно. Скоро два новых Астра, в котором будет точность, ХП и прочая там живучесть, золотые соски. начал накопить на них. Никак не могу еще открыть вот здесь второй скилл на атаку и лечение урона. как по слухам очевидцев добавляет прям значительно, прям визуально видно, больше дамага. Ну, не хочет открываться. Давайте ради контента еще раз ткнем. Вдруг откроется. Нет, к сожалению, уже, наверное, попыток 50 и все, никак не хочет открываться. Нет, не ведет. Ну, и все, наверное, пожалуй, да, вроде бы все посмотрели. Что еще могу сказать по классу? В двух словах все-таки хочу сказать, почему я выбрал переход в ДК с БД. Хотя мне, в принципе, БД за эти 4 месяца очень понравился. Ну, первая часть я уже говорил, что в ПВП все-таки сложно, учитывая, что дальние классы не дают вам к себе подойти, вы до них просто не добираетесь, а милишные классы а-ля ножи вас так быстро разбирают, что вы не успеваете ничего сделать. Да, с выходом новых скиллов немножко попроще станет. Когда вы сняли контроль, вы можете немножко ситуацию крутнуть и ворваться уже в того, кто на вас напал. Но даже за это время, пока вы раздупляетесь, снимаете контроль и все такое, вам уже напихают будь здоров и возможно отстанется только отступать. Почему тогда все-таки ДК, а не какой-то там нож? Сейчас мы могли в ножи перейти и играть им. Мне кажется, с выходом ДК, который уже через 3 недели должен к нам прийти, ситуация изменится кардинально с точки зрения милишных классов. То есть нож чем больше всего опасен? Что он вам втыкает в шаду степ и дальше просто убивает за это время. Если он не убил, вы просто влетели. То есть у него марионетки, конечно, нет. А сейчас уже многие ножи с марионетками, ну, с марионеткой тогда он вас добьет уже там практически 100%. Теперь, если вы, допустим, на БД, он вас огнулся и убил. Или возьмутся, вы кое-как пережили, там банку прожали и в лучшем случае улетели. Как же выигрывать тогда? Получается никак. На БД это, ну, физически невозможно. С равным бустом вы всегда проиграете в 100% просто никаких шансов. Мы много раз тестили против равного мне по бусту ножа, в контроле у тебя остается мало хп и в лучшем случае ты убегаешь. Если вы на ДК играете, на всякий случай те, кто вообще никогда ДК не слышал, я могу в двух словах о нем сказать, что ДК, он обладает уникальной пассивкой, которая с определенным шансом, а шанс высокий, где-то, наверное, 50%, позволяет ему заблокировать любой контроль, вообще любой, кроме контроля типа удержания. То есть хаосмага на вас пройдет, все остальное, любые станы, сало, агрессии и так далее, вот это все, он с высоким шансом заблокирует. При этом он обладает сам двумя останами, один из них фиолетовый, он обладает подлетом к цели и под всем этим делом, если у вас контроль первый не прошел, дальше ножом будет очень несладко. Он от вас не убежит, вы его догоните подлетом, вы его застанете, а стан там еще дистанционный, он умеет отбрасывать от себя цель, то есть милишнику даже трудно к нему просто подойти, он постоянно откидывается и очень неплохо защищен от всякой грязи, как я уже сказал, любых контролей. Поэтому собираюсь переходить на ДК, посмотрим, как изменится мета с их выходом, мне кажется, ножи будут очень сильно страдать. Во всяком случае, какой бы сильный класс на вас не напал, маг, арбалет, нож, даже если у вас персонаж, ну, совсем слабенький, у него там есть эдефы, и он прям вот, ну, вообще не имеет шанса никакого улететь, вот подбежал к вам нож, дал стан, вы там буквально через 3 секунды умерли, не выживаете. То же самое арбалет дал вам стан и расстрелял за 5 секунд, пока стан висит. Ну, что вам делать? Ну, как вам выживать против таких чаров? Если вы хотите пвп, ну, никак не можете. Хотите быть хоть чем-то полезным, но умираете за один проказ. Ну, каким классом так играть? Ножом играть? Ну, вас и ножом убьют. Единственное спасение это ворб с крыльями. Ворбом мало кто хочет играть, потому что он, ну, чисто саппорт, и у него контроля нет, урон, ну, скажем так, урон сложно разогнать. Чем еще можно спастись от всей вот этой вот грязи, творимой вот этими ятовыми классами? На мой взгляд, это ДК. Да, конечно, там не стопроцентный шанс контроля избежать, но какой бы сильный класс на вас не напал, у вас есть высокий шанс заблокировать его в первичный контроль и просто уйти. Потом вернуться и помочь каким-то своим, допустим, в пати качаетесь, да, примерно такие вот, как вы относительно слабого быста, если он на вас контроль потратил и, получается, не убил вас, не откатил скиллы, если это нож. Дальше вы просто возвращаетесь и помогаете своим сакланам, своим сопартийцам его разбирать. То есть, четыре даже средних чара топа убивают, а где четыре топа убивают супертопа. Как бы ни для кого не секрет, мы так и делаем, качаемся. Вот сейчас у нас есть очень сильные чары на кластере, которые нас, одиночки, убивают, ну, почти любого. Мы встаем прямо четвером в пати, ну, как бы, игра, казалось бы, соло, но нет, нет, приходится и в пати собираться. И качаемся вместе, и какой бы сильный персонаж на нас не пришел, мы успешно от них отбиваемся. Я создал в Google таблицу, там, наверное, уже многие ее видели, там у нас есть полезная информация, которую мы все вместе собираем, не только я, ее автор. Как бы, ребята опрашиваю, и они мне делятся опытом, что там, какие скиллы делают, как, что происходит. Это Google таблица, ну, я не знаю, может, ты ее разместишь где-то под видео, ребята ознакомятся, посмотрят, если ты ее сам не видел никогда, тоже. Там по каждому классу все скиллы расписаны с какими-то небольшими комментариями, что какой скилл делают, включая те скиллы, которые еще выйдут. То есть, вот мы сегодня показывали по БД, что там будет дальше, да, но там есть по остальным классам, и по тем классам, которые еще не вышли, и по ДК, соответственно, и по волшебной пушке, которая у нас тоже будет не так уже и долго до нее ждать осталась, и по Рапире, там все очень быстро начнет выходить сейчас буквально, ну, если, конечно, будем идти по графику Японии. И, кстати, график Японии там тоже есть, и, соответственно, по нему мы сейчас идем, и, скорее всего, будем идти дальше, поэтому можно познакомиться, что у нас, какие патчи ближайшие, и что нас ждет в ближайшем будущем, какой контент. В общем, много полезной инфы, тем рекомендую, если у кого-то есть какие-то замечания, дополнения, комментарии к этой информации, напишите мне в ПМ, там адрес с Дискордом его есть, с удовольствием пообщаюсь, многие уже пишут, дополняем, исправляем, набираем новую информацию. в описании под видео. Ну, отлично. Не целью рекламы, а, скажем так, культ просвета. Ну, все, тогда со всеми прощаюсь. Спасибо за просмотр. Спасибо тебе за обзор на Гладиатора. Всем пока. Пока-пока.